Всем привет! Меня зовут Мила и сегодня на своем канале я хочу сделать обзор 5 различных популярных шампуней и кондиционеров, которые идут в линейке вместе с ними. Это известные шампуни с хорошими отзывами, некоторые из них из масс-маркета, такие как Kiehl's, некоторые из люкс-сегмента, такие как Sisley. Итак, всем, кому интересно, продолжайте смотреть это видео! Прежде чем начать свой отзыв, я хочу сказать, что волосы у меня тонкие и склонны к быстрому загрязнению. И для меня было важно найти такую серию шампуня с кондиционером, с которым я могла бы мыть волосы не каждый день, а, например, 2-3 раза в неделю, чтобы волосы оставались и чистыми, и объемными. И начну я свой отзыв с любимчика, потому что именно с ним, собственно, мне не приходится мыть волосы каждый день. Я мою волосы 2-3 раза в неделю, волосы остаются чистыми. Это шампунь от бренда Kiehl's, который называется Amino Acid Shampoo. Это шампунь, основанный на аминокислотах. И действительно, моя рука тянется чаще всего именно к нему. У меня это третья или четвертая большая упаковка шампуня, а также кондиционер, который идет к нему. Мне нравится этот шампунь тем, что он прекрасно очищает волосы, волосы не путаются, остаются легкими, объемными. Он имеет нежную текстуру, он имеет легкий кокосовый аромат. И на самом деле я не очень люблю кокосовый аромат в продуктах, но здесь он настолько ненавязчивый и практически неузнаваемый, поэтому он меня не беспокоит. Мне нравится этот бренд еще тем, что он дает возможность покупки продуктов в разных емкостях. Например, этот шампунь представлен в емкости 500 мл, но также вы можете купить шампунь в емкости 250 мл и в емкости 75 мл travel size. Таким образом вы можете попробовать продукт, если он для вас является новым. Кондиционер из этой же линейки, который называется Amino Acid Conditioner от бренда Kiehl's. Мне он нравится. Мне он нравится тем, что он легкий, он не утяжеляет волосы, как, например, это делают многие маски. Я повторю, что волосы у меня тонкие и волосы после него хорошо расчесываются. Он обладает тонким ароматом кокоса. И если вы не очень любите запах кокоса, как и я, то могу сказать, что запах очень ненавязчивый, он не держится очень долго. Поэтому если вы пользуетесь духами в скорости после того, как воспользовались кондиционером или шампунем, то ароматы не будут смешиваться, потому что именно этот аромат, он быстро выветривается. Еще одна линейка, которая есть в моем арсенале от бренда Kiehl's, это шампунь и кондиционер под названием Damage Repairing and Rehydrating Shampoo. Он предназначен для поврежденных и очень сухих волос. На самом деле я взяла эти продукты на пробу, поскольку мне очень понравились продукты из предыдущей линейки. Мне хотелось попробовать что-то новенькое. И несмотря на то, что у меня нет острой необходимости пользоваться продуктами для поврежденных волос, тем не менее я хочу сделать комплимент вот этой серии, поскольку при регулярном использовании нет привыкания волос к продуктам. То есть волосы не утяжеляются, они остаются блестящими, они остаются легкими, потому что есть такая проблема, что при использовании продуктов для поврежденных волос со временем существует привыкание волос. Они уплотняются, они утяжеляются и уже продукты не работают. Здесь все-таки этого эффекта нет. Шампунь здесь обладает легким, цветочным, даже сладковатым ароматом, при этом он является очень приятным, ненавязчивым. И могу сказать, что как и с предыдущими продуктами, запах быстро выветривается, что очень удобно. Культовый шампунь и кондиционер от бренда Macadamia Natural Oil Moisturizing Shampoo for Dry and All Damaged Hair. Эта линейка предназначена для сухих и поврежденных волос, как и предыдущая. И в сравнении могу сказать, что уже к этой линейке все-таки волосы привыкают. Где-то через месяц или два использования я увидела, что волосы становятся менее объемными и они требуют более частого мытья. То есть где-то через день необходимо было мыть волосы, чтобы они оставались чистыми и объемными. Однако могу сказать, что эту линейку я покупала в конце лета, когда увидела, что волосы требуют дополнительного увлажнения, дополнительного ухода. Все-таки много времени проводилось на солнце и после регулярного использования месяц или двух вы точно отложите поход к парикмахеру, чтобы состричь кончики волос, потому что волосы прекрасно напитываются. И именно эту линейку я могу порекомендовать для использования периодами, например, когда вы хотите восстановить волосы, но для регулярного использования все-таки продукт будет утяжелять ваши волосы. И я думаю, что я вернусь к этой линейке снова к концу лета. Здесь невероятно потрясающий восточный аромат. Он очень нежный, чувственный, он пахнет... Он сладковат, но при этом кисловато, пахнет даже лимоном. Здесь создается эффект ароматерапии. Действительно продуктами пользоваться очень-очень приятно. Следующая линейка, которую я хочу показать сегодня, это шампунь и кондиционер от бренда Dr. Spiller с коллагеном. И это уже профессиональная продукция. Эти шампунь и кондиционеры используются в салонах, но также применимы и для домашнего использования. Эти продукты заявлены как продукты для укрепления, питания волос. Коллаген это натуральный ингредиент, который восстанавливает структуру волос. И несмотря на то, что это один из моих самых любимых брендов в уходе за кожей лица, однако именно этот продукт мне не подошел, поскольку волосы с ним, они действительно прекрасно очищаются. Но так как у меня волосы тонкие, они становятся очень легкими. И я думаю, что эта серия шампуня и кондиционера предназначена как минимум для нормальных волос или даже для жестких волос. В таком случае, я уверена, шампунь и кондиционер сработают. В моем случае все-таки волосы слишком легкие, они путаются после сушки. И мне это скорее доставляет неудобства. Поэтому я была рада, что я попробовала, но все-таки больше возвращаться к этой линейке не буду. Потрясающий дуэт от бренда Сисли. Это кондиционер и шампунь. И это люксовый сегмент и используется при уходе в салонах. И эти два продукта взяты из линейки, которая состоит из пяти различных продуктов. Однако, уже используя шампунь и кондиционер, вы останетесь точно не разочарованы. Они заявлены как питательные, увлажняющие. Мне нравится, что волосы уже после первого применения сияют. Они легкие. При этом они не облегченные. Они хорошо укладываются. Они прекрасно выглядят. И все-таки есть один недостаток. У этой линейки это дороговизна. Все цены я уточню. Это не лечебная линейка. Это люксовый сегмент. Он прекрасно работает на выход. Потому что эффект виден с первого применения. И если проводить аналоги, например, с продуктами из мира косметики, то я могу сказать, что эти два продукта сравнимы с продуктами от бренда Tom Ford, которые потрясающие, которые хорошо работают, но при этом цена завышена. Здесь могу сказать то же самое, что если ваш бюджет позволяет, то очень рекомендую попробовать. Если подводить итоги, то моими любимчиками остаются две линейки. Первая это от бренда Kiehl's под названием Amino Acid Shampoo. Мне нравится в этой линейке соотношение цены и качества. Также то, что волосы остаются чистыми и объемными на протяжении довольно длительного времени. Я думаю, что это хорошее соотношение цены и качества. И не зря у меня это четвертая упаковка шампуня. А также вторым моим любимчиком является линейка от бренда Cicely. Она невероятная, она потрясающая. Аромат очень тонкий, нежный, чувственный. И этой линейке действительно приятно пользоваться. Она волшебная. Волосы выглядят очень красивыми, ухоженными после использования этой линейки. Однако, как я уже говорила, все-таки цена на нее довольно-таки высокая. И рекомендую ее покупать только в случае, если ваш бюджет позволяет. В противном случае рекомендую рассмотреть вот этот вариант. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, видео было полезным, интересным, информативным. И до новых встреч!